Там есть два треугольника, там на повороте и у подстанции треугольник. У подстанции, наверное, самая... И весенние люди, и дети тоже работают. Когда попадем, к подстанции сходим. И вот у нас теперь один фонарь светит. На дня глава городского округа провел рабочий объезд по обращениям граждан. Первой остановкой стала улица Летняя. На очередном личном приеме граждан, жители, обратились с просьбой установить освещение и детскую площадку. Первый вопрос был взят главой на личный контроль и решится уже совсем скоро. А вот с детской площадкой все намного сложнее. Решение этого вопроса пока отложено. Второй остановкой стала улица Дзержинского. Было обращение от жителей, что рядом с домом номер 50 необходимо опилить ветки, которые угрожали жизни проходящим мимо людям, а также откачка выгребной ямы. Обращения на месте были переданы в профильные службы. И еще одной остановкой стала улица Комсомольская. Там была проведена встреча с жителями по поводу установки контейнерной площадки. Дело в том, что пакетированный мусор, который раньше оставляли жители частного сектора возле своих домов, перестали вывозить. Теперь необходимо обустроить специальную площадку, куда жильцы будут приносить мусор для дальнейшей утилизации. 1 января 2019 года пакетированный сбор в Московской области как таковой запрещен. Запрещен он до этого постановлением 608 Министерства экологии. После было постановление 350 Министерства ЖКХ Московской области, в котором указан исчерпывающий перечень сборов ТКО. Пакетированного сбора как такового там нет. Если до этого мы шли как бы навстречу и нашим жителям, и администрации, и это дело осуществляли, сейчас мы столкнулись с тем, что больше мы этого делать не можем. От жителей требуется согласовать места установки, и везде, где эти места согласуются, поставим баки, будем возить откуда-то. То есть проблемы никакой не будет. Но выбрать площадку оказалось не так-то просто. Никто не хочет жить рядом с контейнерными баками, но и далеко выносить мусор тоже нет желания. Пока вопрос остаётся открытым. Подобные встречи проводились и проводятся со всеми жителями частного сектора городского округа Зарайск. На выбор предлагается два варианта. Либо установка контейнерной площадки, либо каждый сам будет вывозить мусор на действующие. Людмила Смирнова, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Кван» Зарайское кабельное телевидение.